начнем установку нашей операционной системы нажмем кнопку создать и назовем скажем centos тут у нас по шаблону имени выбирает что это linux redhead 64 вперед пусть операцион оперативной памяти гигабайт будет диск создадим новый создать vdi динамический виртуальный жесткий диск то есть он будет расширяться по мере заполнения и теперь выберем где его создаем вот он пишет каталог и диск vdi сохраним оставить давайте мы его сделаем побольше скажем 20 гигабайт и нажмем кнопку создать теперь подключим к нашему диску сидером настроить кнопку нажимаем и выбираем носители видите сидером пустой выбрать образ оптического диска у нас этот образ лежит на афс афс дк common files iso и вот выбираем centos 7 9 открыть это будет образ нашего диска сидером а теперь мы запустим на установку нашу систему запустить выбираем как больше не показывать выбираем install centos если мы по умолчанию выберем то он начнет проверять целостность 9 это очень долго отключен напоминание вот тут у нас показано что в данном случае у нас клавиша меню является хост клавишей информацию отключаем вот он загружает предварительные сервисы и запускает installer у centos и у red hat очень дружественный инсталлятор фактически все что вам надо это нажимать дальше 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 тут нужно заметить что вот выводите мышкой это ваша мышка а внутри мышка виртуальной машины на данный момент интеграция не включена поэтому чтобы войти внутрь виртуальной машины нам надо щелкать мышкой больше не показывать захватить мышку она захвачена мы нажмем хост клавишу мышка освобождена выбираем русский язык ну или любой язык который вам покажется более приятным продолжить и настройки делаем и так у нас дата время это москва клавиатура я люблю что по умолчанию был английский а потом переключение на русский тут можно поменять параметры переключения на данный момент alt shift языковая поддержка русский источник локальный носитель выбор установки мы выберем сервер с ги с гуем и тут у нас видно что тут можно установить всего чего угодно мы по умолчанию установим средства разработки все остальное при желании мы сможем установить потом готово расположение установки тут у нас автоматически создать разделы пока мы не будем забивать голову созданием разделов займемся этим позже так выбор так все зависимости кодам подключаем это для администраторов и девелоперов сеть включим сеть и название вашего хост сделаем по вашему имени и локал домен это ваш домен готово security policy трогать не будем начать установку теперь нам нужно рутовый пароль и создать пользователя рутовый пароль вы должны набрать ваш рутовый пароль английская клавиатура рутовый пароль должен удовлетворять определенным требованиям вот я набрал но системе не нравится мой пароль причем пароль совпадает я нажимаю готово два раза демонстрируя системе что я сам знаю какой мне пароль лучше установить и создадим пользователя пользователь будет совпадать с вашим именем и на всех отчетах будет фигурировать этот пользователь этот пользователь будет сделан администратором чтобы выполнять административные действия и точно так же мы делаем пароль у меня пароль удовлетворяет всем необходимым условиям но при этом система считает что он слишком простой для того чтобы доказать системе что я более прав я два раза нажимаю на готово а в это время начинается процесс установки пакетов это займет определенное время следует заметить что папка var tmp она не вечная она живет определенное время и может уничтожаться как системой так и другими пользователями поэтому или при пропали при условии что ваша система пропала вам придется ее установить заново либо бака пить ее на свой внешний диск давайте посмотрим что у нас тут у нас тут идут некие символы эти символы рассказывают о том что подключено к нашей виртуальной машине отключим хост клавишу нажали мышку вывели и просматриваем это у нас жесткий диск активность жесткого диска это активность сидерома нашего это активность сетевых адаптеров у нас сеть подключена с помощью нато наверно это одна из самых простых возможности подключения впрочем мы могли подключить и с помощью бриджа по умолчанию над это у нас юсб устройства которые подсоединяются к нашей машине в принципе мы можем правой кнопкой нажать увидим список usb устройств выделим какое-нибудь устройство и заставим машину захватить это устройство тогда это устройство появится внутри операционной системы это настроенные общие папки с помощью которых можно осуществлять обмен информация между системой и хост машиной это у нас дисплей видеопамять по умолчанию 16 мегабайт захват видео у нас отключен тут у нас дополнительные опции то есть процессорные опции какие используются опять же мы используем то что поставлено по умолчанию это захват мышки и наконец активность хост клавиши и захват клавиатуры как видим у нас достаточно долго производится установка прервем на этом нашу запись и продолжим когда нужно будет перегрузить машину